Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу снять для вас видео-ответ на вопрос пользователя моего под ником читаем вместе. Под одним из своих последних видео, можно хоть, я получила комментарий следующего содержания. Хочется задать один вопрос. Много ли ты времени тратишь на просмотр видео на ютубе, на соцсети и тому подобное? И много ли ты смотришь фильмов и сериалов? Просто у меня это забирает столько сил, что я и с собакой гуляю по полчаса только, и читать не успеваю, и спортом не занимаюсь. Что думаешь по поводу всего этого? Стоит ли тратить на интернет свое время или лучше жить в реальности? Ответь, пожалуйста, здесь ли с ними видео на эту тему. Надеюсь на ответ. Я уже поблагодарила в комментариях. Огромное спасибо этому пользователю, потому что на самом деле этот вопрос довольно острый в последнее время. И не вы единственные, кто задали мне этот вопрос. Не знаю, девушка или молодой человек. Ну, скорее всего, девушка, наверное. Я хочу сегодня, что называется, по песчинке раскопать этот комментарий и использовать его как план для того, чтобы построить свое рассуждение. Давайте так. Я не буду сейчас петь песню о том, как это вредно сидеть в интернете и соцсетях, как это плохо для зрения, как это плохо для мозгов, как это порабощает наш разум. Все это понятно. Все эти нотации давайте оставим для ваших родителей, бабушек, дедушек и так далее. Я же хочу сегодня ответить конструктивно и дать, наконец-то, вопрос очень правильный. И я не буду рассусоливать в плане того, что это плохо. Давайте посмотрим реальности в глаза. Интернет вошел сейчас в жизнь абсолютно каждого человека. Если даже у вас нет странички в соцсетях, например, у моей сестры ее нету, но она все равно обязательно в интернете что-то смотрит. Например, об уходе там за ребенком, какие таблетки, на что аллергия может быть и так далее. То есть интернет это такой помощник, но я все-таки придерживаюсь мнения, что интернет это большая помойка, и в нем надо, конечно, копаться для того, чтобы выискать что-то стоящее. Да. Давайте сразу я буду читать по кусочкам этого комментария и буду отвечать на это. Много ли ты времени тратишь на просмотр видео на ютубе, на соцсети и тому подобное? Давайте начнем с соцсетей. Во-первых, я зарегистрирована только в одной соцсети, это сеть ВКонтакте. Скажу так, я захожу в нее не каждый день, в среднем где-то на полчаса в неделю. То есть я зашла, посмотрела, есть ли сообщения, которых у меня практически никогда нет, потому что я общаюсь с людьми либо по телефону, либо в школе, и выхожу сразу же. То есть полчаса в неделю, буквально, иногда даже меньше. То есть зашла и вышла сразу. Если кто-то написал, то да, приходится поддерживать диалог, это уже отдельная тема. Что касается ютуба. Ютуб, конечно, это неотъемлемая часть моей жизни. Я думаю, что вы все это прекрасно понимаете. Я без ютуба не могу. И я смотрю следующее. Я смотрю некоторых видеоблогеров. Скажу честно, я не люблю распиаренных блогеров, типа Кати Клэп, Иван Гая, Марьяны Ро, Маши Вэй, Саши Спилберг. Я не говорю, что они плохие. Нет, нет, нет. То есть я не говорю, что их контент чем-то хуже, чем контент других блогеров. Нет, просто мне это неинтересно. Я, в принципе, стараюсь снимать конструктивные видео и такие же смотреть. То есть смотреть, как Иван Гая надувает жевательную резинку и как она лопается, для меня это не совсем интересно. Я считаю, что люди, которые эти видео смотрят, им надо немного, ну, может быть, даже обратиться к психиатру, потому что это не совсем правильно. Если же говорить о таких блогерах, как, например, Кати Клэп, то да, безусловно, есть интересные видео, которые даже вот я иногда смотрю, допустим, там вот путешествия в Китай, в Японию. Для меня это интересно, потому что она довольно симпатичная, на мой взгляд. У нее очень приятный голос, у нее хорошо выстроена речь. Это приятно смотреть и слушать. Мариану Ронт, например, вообще не перевариваю, потому что вот этот писк просто, а-а-а, ужас. Я даже слышать его не могу. Ну, в общем, короче, я смотрю некоторых блогеров на Ютубе и также я смотрю постоянно два сериала. Я их пересмотрела по миллиону раз и смотрю я их, когда пью чай. Да. Когда я ем, я тоже иногда смотрю, но я знаю, что это не очень полезно, дурная привычка. Я смотрю два сериала. Это сериал «Сваты» и «Между нами девочками». Почему? Тупые сериалы, ну, как, они не то чтобы тупые, они очень незамысловатые. Они о реальной жизни. Это все студия «Квартал 95». Замечательный режиссер Андрей Яковлев, Владимир Зеленский. Вот такие вот, на самом деле, ребята. Огромный респект за то, что сняли такие легкие сериальчики, которые можно смотреть и просто расслабляться. Это я смотрю. Но на соцсети я время, можно сказать, вообще не трачу. Фильмы и сериалы сказала, но насчет фильма. Ребят, вы меня сейчас, может быть, не поймете, но моим мозгом абсолютно завладел новый фильм «Красавица и чудовище». Мои одноклассники говорят, что это уже болезнь, это уже диагноз, потому что я не могу прожить дня, чтобы не посмотреть этот фильм. Я уже несколько раз ходила в кино и пойду еще раз, не переживайте. Я не знаю, на меня никогда ни один фильм так не влиял. Я никогда не пересматривала фильм более одного раза, тем более в кино. Никогда. И этот фильм, я не знаю. Люк Эванс, это просто вообще... Короче, «Клиника», да, я знаю, но этот фильм мне действительно очень нравится. Я его смотрю каждый день, правда. Ну, во всяком случае, через день 100%. Но по вечерам смотрю каждый день, скорее всего, чаще всего. Насчет того, что интернет забирает много сил, с собакой гуляю по полчаса, читать не успеваю, спортом не занимаюсь. Ребят, ну что я могу сказать по этому поводу? Насчет спорта я вообще... Не путайте понятия, пожалуйста, спорт и физическая нагрузка. То есть то, чем мы с вами все занимаемся, это не спорт. Спорт – это виды спорта, которыми занимаются порядка 10 лет. То есть это профессиональные там футболисты, бобслисты, лыжники, хоккеисты и так далее. То, что вы обегаете там несколько кругов, делаете кардиотренировку – это не спорт, ребята. Это физическая нагрузка. Да, то есть это не спорт. Спорт – это виды спорта какие-то определенные. С таким я не занимаюсь, но я бегаю с собакой по вечерам, да. Не всегда мы с ней бегаем, но чаще всего через день точно мы ходим с ней, бегаем. И это для меня, например, оптимальный вид физических упражнений. Поэтому не надо... Вот написали, что с собакой по полчаса спортом не занимаюсь. Объединяйте, пожалуйста, спорт и собака. Это же замечательно, ведь вдвоем заниматься-то веселее, согласитесь. И по поводу книг, что вам хочу сказать. Я читаю, ребят. Я читаю очень много, и я люблю читать. Лет до 10, наверное, может быть, даже до 12, до 11 я вообще не переваривала книги. То есть я не читала даже то, что нам в школе задавали. Читала в лучшем случае краткое содержание, в худшем вообще не открывала книгу. Потому что, ну, наверное, любовь к чтению все-таки приходит с возрастом. Я не говорю о том, что лет в 50, да, или в 30. Ко мне моя любовь к чтению пришла, наверное, где-то в 13 лет. В 13 лет я читаю постоянно. Я читаю каждый день хотя бы по полтора часа обязательно. В перерывах между уроками, когда отдыхаю, когда там что-то делаю, такую сидячую работу. Могу, например, ну, я не знаю, где-то тут ковыряться, что-нибудь делать. И в это же время у меня глаза направлены в книгу. То есть читать я люблю на самом деле и советую вам всем читать, потому что это развивает речь, это развивает мышление, это формирует вашу жизненную позицию. Только, пожалуйста, не надо читать, опять же, такие книги, типа «Ивангай. Путь к успеху». Да, 10 миллионов подписчиков. Я видела эту книгу в «Читай городе». Но эта книга ни к чему хорошему, конечно же, не приведет. Вы это сами понимаете. То есть там, может быть, есть советы определенные, но это не художественная литература, это не классика, это, ну, это не нужно. Это то, на что не стоит тратить свое время. Что думаешь по поводу всего этого? Стоит ли тратить свою жизнь на интернет или лучше жить в реальности? Конечно, я считаю, что лучше жить в реальности. Но давайте, опять же, спустимся с небес на землю. Сейчас 21 век. Я считаю так. Жить нужно в реальности, но интернет должен сопутствовать в вашей жизни. То есть нельзя полностью отделяться от него, нельзя отрезать себя от внешнего мира. То есть вы живете в реальности, да, вы любуетесь на солнышко, вы общаетесь со своими друзьями, все прекрасно, но в то же время не нужно... засасывать себя в эту систему, в эту мировую паутину, в этот вот интернет, все то, что там пишется, все эти сленги. Я тоже за собой замечаю очень часто, что появляются такие словечки, которые очень часто встречаются где-то в интернете, даже просто в каких-то блогах, в гугле. И очень это неприятно слышать потом, например, человеку, который этим не занимается. Например, вот у нас учительница по русскому языку. Кто со мной учится в школе, те меня поймут сейчас. Это замечательная женщина, которую я просто обожаю. Потрясающий человек, очень интеллигентный, очень культурный, который очень негативно относится к воздействию вот этих самых соцсетей, матерного какого-то лексикона и так далее. Это все очень негативно влияет на вас, поверьте мне. Ну и в заключение, что мне хочется сказать. На самом деле я считаю, что правильно организовать свой тайм-менеджмент, чтобы на все хватало времени, это очень сложно. Очень сложно, этому нужно учиться. И нужно научиться жить в ладу с собой, в гармонии с собой, понять, на что вам нужно, сколько времени. Вы можете, я могу вам дать такой совет, завести себе ежедневник и расписать себе подробно. Там 7.30 подъем, столько-то, столько-то время на то-то, столько-то, столько-то на то-то. Но я пробовала так делать, и, к сожалению, это не мой вариант абсолютно. Почему? Потому что я идеалист. И если у меня в графике написано завтрак 8.00, 8.15, и я вылазила из-за стола 8.16, то для меня это уже проблема, я уже выбилась из графика. Поэтому, если вы такой же параноик, как и я, то я вам не советую этого делать. Просто поживите в гармонии с собой и поймите, чего вы хотите, и постарайтесь совместить это с тем, что вам нужно. И тогда вы получите некий симбиоз, который очень хорошо вам будет помогать идти по жизни. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Спишите обязательно в комментарии к этому видео еще какие-то свои вопросы. Я обязательно сниму на эту тему видео. Напишите вообще, сколько времени вы проводите в интернете мои подписчики и вообще зрители моего канала. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok